Здравствуйте! Вы смотрите «Новость русского мира». В студии работает Вадим Дзюба. Чем запомнилась эта неделя, узнаем в нашем выпуске. Верховная Рада приняла закон, урезающий обучение на русском языке. В Российский Центр науки и культуры города Хаджента прибыли послы русского языка в мире. В Москве прошел второй международный фестиваль «Сельф под шубой. Второе столетие». А сейчас более подробно об этих и других новостях. В Болгарии завершилось строительство памятника русским и казакам, которые внесли весомый вклад в становление болгарского города Перник. Памятник посвящен столетию исхода армии Врангеля из Крыма. А сейчас о других новостях. Верховная Рада приняла закон, урезающий обучение на русском языке. Теперь представители нацменьшинств, проживающие на Украине, чьи языки не входят в число официальных языков Евросоюза, будут получать образование на государственном, то есть на украинском языке, в объеме не меньше 80% учебного времени. Верховная Рада Украины приняла в целом закон о полном общем среднем образовании. Это напрямую касается русскоязычных детей, для которых закон резко ограничивает возможность обучаться на родном языке. На европейских языках обучение сохранится. В средних учебных заведениях дети смогут учиться на родных языках, а доля украинского языка будет гораздо меньше. Напомним, украинский министр образования ранее объявила, что уже с начала следующего учебного года украинские школы с русским языком обучения переведут на государственный язык. Послабление сделано для школ языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза. Они будут переведены на украинский в 2023 году. При этом русский язык подвергается двойной дискриминации, так как для школ с европейскими языками закон будет введен в действие позднее. Накануне в Российском Центре науки и культуры города Хаджанда состоялась встреча волонтерской экспедиции «Послы русского языка в мире». Какое значение имеет сегодня русский язык в Таджикистане, расскажем далее. 13 декабря в Российском Центре науки и культуры города Хаджанда были подведены итоги прошедшей в Сахрийской области международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». На собрании приняли участие руководители Российского Центра науки и культуры в городе Хаджанде Иван Иванов, участники волонтерской программы «Послы русского языка в мире», представители Российской Федерации и Сахрийской области, а также участники журналистического сообщества. Одна из ключевых задач «Послов русского языка» это продвижение русского языка и литературы за рубежом с целью оказать помощь, вдохновить, дать силы людям, которые начали изучать русский язык. Сегодня у нас был отчетный концерт в гимназии номер один имени Бихбуди. Мы с ребятами готовились целую неделю, обсуждали какие-то вопросы, погружали их в русскую культуру, говорили про русский менталитет. В этом году «Послы русского языка в мире» посетили Худжан во второй раз. Поездка была инициирована Государственным институтом русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина в рамках программы развития деятельности студенческих объединений по линии Министерства образования и науки Российской Федерации и реализована благодаря фонду президентских грантов. В корейском городе Дангтан прошел третий театральный молодежный фестиваль «Русское слово». Мероприятие было организовано образовательным комплексом «Эппл-3». Репортаж с места события смотрите далее. В этом году фестиваль собрал около 200 зрителей. С поздравительной речью от шрезвычайного и полномочного посла России в Республике Корея Андрея Кулика гостям обратились заместитель представителя Федерального агентства Россотрудничества Колганов Александр. Организатор фестиваля Наталья Гулина поприветствовала участников, отметив, что в этом году фестиваль в Корее вышел на международный уровень. Коллективы представили свои театральные постановки на суд жюри. В программе фестиваля можно было увидеть постановки на известные произведения русских писателей. Победители были определены в пяти номинациях. Церемония награждения состоялась сразу после показа спектаклей, а победа в каждой номинации была отмечена дипломами и памятными призами от организаторов. Также порадовало гостей студии истории и изготовления русского костюма «Боярушка». Они представили на суд зрителей коллекцию русских костюмов. Организаторы обещают, что традиция проведения театрального фестиваля «Русское слово в Корее» продолжится. Цели и задачи фестиваля направлены на распространение русской культуры в Корее и развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере между Россией и Республикой Корея. Международный фестиваль «Сельдь под шубой. Второе столетие» объединил лучших российских и иностранных шеф-поваров в культурно-развлекательном комплексе «Кремль» в Измайлово в Москве. Чья селедка вкуснее, решила узнать наш специальный корреспондент Евгения Фахруддинова. Женя, здравствуйте! Как прошла дегустация? Здравствуйте! Да, действительно, селедка сегодня нарасхват как никогда. Да, и, кстати, не только шеф-повара презентуют здесь свои шедевры, но и производители продуктов питания, фуд-стартапы, торговые сети и известные рестораны Москвы. Однако в центре внимания, конечно же, кулинарная битва. 30 шеф-поваров из разных уголков России и зарубежья за лучшее приготовление салата «Сельдь под шубой». Среди главных задач такого грандиозного мероприятия, конечно же, сохранение российских кулинарных традиций русской кухни и развитие культурно-познавательного и гастрономического туризма. Об этом говорит ставшее традиционным место проведения фестиваля. «Сельдь под шубой» объединил лучших российских и иностранных шеф-поваров в зале торжественных приемов «Царские палаты». Это, на самом деле, очень уникальный фестиваль. В рамках фестиваля проходит конкурс профессионалов-шеф-поваров, которые будут готовить салат всем уже полюбившийся в разных его вариациях, вплоть до молекулярной кухни. На праздник были приглашены ведущие российские и зарубежные почетные гости – медийные лица, блогеры, артисты театра и кино, звезды шоу-бизнеса и общественные деятели. Работы участников оценивала компетентная жюри из России, Италии и Аргентины. «И всегда сложно выбрать, потому что ребята сейчас используют очень много разных новых кулинарных каких-то приемов, которые раньше для этого блюда не использовались. Поэтому все блюда выглядят совершенно по-разному, очень красиво. Вкус бывает необычный, не всегда соответствующий традиционному. И поэтому выбрать победителя всегда очень-очень непросто». «Сами любят селедку под шубой?» «Да, сам люблю, часто готовлю. Принимал дважды участие в установлении рекордов селедки под шубой в России. Оба раз это было больше тонн на селедке». Сельдь под шубой является одним из традиционных салатов российского новогоднего стола. Впервые его приготовили в канун нового 1919 года. Мало кто знает, но название салата появилось не из-за того, что рыбу укрывали под шубой из овощей и майонеза, а от аббревиатуры «Шовинизму и упадку», «Байкот» и «Анафема». В прошлом году, в день празднования 100-летия салата «Сельдь под шубой», компания «Кулинарный экспресс» и «Кремль» в Измайлово установили мировой рекорд, приготовив 1 тонну и 18 килограммов салата. Достижение занесено в Реестр рекордов России международным агентством регистрации рекордов. «В прошлом году мы делали стеклетку под шубой тонну 18 килограмм. Мы сделали рекорд Гиннеса, мировой рекорд Гиннеса. А сегодня мы делаем как бы фестиваль-конкурс. У нас 25 участников – и шеф-повара, и представители колледжей, и плюс еще волонтеры из всех колледжей и институтов». Гостей и участников фестиваля ждали дегустации и мастер-классы, концертная программа с участием популярных исполнителей, а также интерактивные конкурсные программы с призами и подарками. Уникальный мультиформатный кулинарный фестиваль профессионалов индустрии питания набирает обороты и вдохновляет на очередное приготовление любимого всеми салата. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в следующем выпуске. Смотрите нас на сайте tv.ruskimir.ru, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube, чтобы не пропустить новые программы. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...